Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях прямо сейчас в студии Ирина Волкова. На день 21 апреля по данным сайта stopcoronavirus.rf в Чувашии 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 9 человек выздоровели, 5 летальных исходов. «Мы вместе» – так звучит девиз добровольцев, помогающих людям в условиях ограничений из-за коронавируса. На призыв временно исполняющего обязанности главы Чувашии откликаются и жители республики, и предприятия, и общественные организации. Работы у волонтерского центра столько, что помощь нужна и самим волонтерам. Алло, здравствуйте! Анна Петровна? Да. Здравствуйте! Вас беспокоят из волонтерского центра. Меня зовут Полина. Я вам звоню по поводу заявки на овощной набор. Посмотрите, в течение недели волонтеры доставят вам овощной набор. Там будут огурцы, помидоры. Это совершенно бесплатно. Спасибо. Угу, хорошо. Спасибо большое. Обратно. Таких обращений в день приходит более 250. Они поступают на специальный интернет-ресурс. Волонтеры обрабатывают каждую заявку. Уже вторую неделю волонтеры ездят по адресам, доставляют лекарства, медикаменты, продукты, которые просят у нас люди. Три волонтерских штаба и более 400 тысяч человек. И эти цифры растут с каждым днем. Полина Андреева уже больше года в рядах добровольцев. Признается, сейчас труднее всего. Очень много, к сожалению, одиноких бабушек, которые просят продукты привезти. Потому что приезжаешь и действительно понимаешь, что некому. Вот она одна, она уже плохо ходит, ей уже много лет. И, конечно же, такая помощь очень нужна. Нужно помогать и хочется помогать. Потому что, когда видишь эти эмоции, что люди благодарны, конечно, ты очень трогаешь сердце и понимаешь, что не зря живешь. Между тем, волонтеры рискуют практически так же, как и медики находятся на переднем крае борьбы с эпидемией. А значит, и сами нуждаются в средствах защиты. Благотворительный фонд «Будь чудом» выделил 150 тысяч рублей на нужды волонтеров. Индивидуальный предприниматель Камзина привезла в волонтерский центр медицинские маски и халаты. Компания «Чеп-Опт» передала тысячу пар медицинских перчаток и 100 защитных костюмов. Мы увидели обращение главы республики Олега Николаева с просьбой к бизнесу, к малому, к среднему, с помощью для наших медиков, для населения. Но мы не смогли просто пройти мимо страной. Также призываем другие коммерческие организации поучаствовать в подобные акции, потому что мы все должны помогать друг другу. И взаимопомощь, она всегда нужна. И все вместе мы справимся с этой сложной ситуацией. Вызвать волонтера можно по горячей линии. Номер вы видите на экране. Стать добровольцем или предложить помощь все желающие могут на портале вместе.кап.ру. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Уголовное дело завели на 37-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр. По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый в городе Чебоксары приискал нежилое помещение, где разместил игровые автоматы для проведения азартных игр. В дальнейшем, действуя совместно с группой неустановленных лиц, им были совершены действия, обеспечивающие возможность функционирования игорного заведения. В том числе были разработаны меры конспирации и защиты от разоблачения. Подыскан и привлечен для работы в качестве операторов вспомогательный персонал. После чего в период с октября 2018 года по март 2020 года на территории города Чебоксары ими был организован игровой салон, где осуществлялась незаконная игорная деятельность с извлечением дохода. У подозреваемого изъято 39 игровых автоматов, в настоящее время устанавливается размер незаконного дохода. Строители продолжают возводить дома. Порядка 10 объектов сейчас заморожены, на 66 вышли рабочие. Региональные власти разрешили продолжать работу только при жестком соблюдении правил дезинфекции и профилактики. Как это происходит на деле, проверяют во время рейдов. Утренний фильтр введен для всех, кто задействован на стройке. Каждому меряют температуру, выдают маски и перчатки. Данные записывают в специальный журнал. Бытовые помещения дезинфицируют несколько раз в день. При этом есть ограничения по количеству человек, которые могут одновременно находиться в бытовках. По данным Минстроя Чувашии, сегодня на строительных объектах Чувашии задействовано более 4,5 тысяч работников. И почти 500 трудятся на заводах по производству стройматериалов. В ближайшие недели объедем все основные строительные объекты и всех основных застройщиков. Это в первую очередь для того, чтобы нам самим отконтролировать ситуацию. Второе – обратить внимание самих застройщиков на выполнение данных рекомендаций. Это главные новости к этому часу. Следующий выпуск программы «Республика» в 18.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова